Новогодние узоры Преамурия. Выставка-ярмарка под таким названием открылась сегодня в Доме народного творчества. В преддверии зимних праздников мастерицы из разных уголков края решили устроить для хабаровчан предновогоднюю распродажу. Сиру, специальная иголка, треугранная. Например, вот эта зимняя обувь побросывается не от ивенов из Охотского района. 20 тысяч рублей для унтов из оленей шкуры ручной работы, выдерживающих морозы в минус 60 градусов. Просто находка. Носить такие натуральные сапоги можно лет 20 не снимая. Главное соблюдать инструкции по хранению обуви. Надо хранить специальные таблеточки от моли и в газеты заворачивают. Если они намокли, нельзя их на печку. Они треснут и скукожатся. Внучки подарок на новый год. Мастерица из Сикачая Ляна предлагает на выбор десятки пар наитеплейших нанайских тапочек. Всего за 300 рублей ноги малышей будут обуты в национальный колорит от коренного малочисленного народа Дальнего Востока. Какой-то орнамент. Он что-то означает или вот он? Каждый орнамент обозначает, значит, умереть. Авторские работы, выполненные в народных традициях, отличаются от традиционных подарков своей индивидуальностью. Вот эти новогодние украшения из гофрированного картона. Но за их прочность рукодельницы ручаются. Игрушка прослужит не один год. Она будет стоять долго. То есть вот эта бумага, она имеет такое качество, она не выцветает, не выгорает. И поэтому спокойно можно ее использовать. Первый ярмарочный день, как и полагается, отметили с размахом. Гостей развлекали танцевальные коллективы. Устроили даже показ мод – национальных костюмов. Чтобы популяризировать культуры, почти 20 лет умельцы из поселка Хор расшивают собственные коллекции нарядов. В нашей коллекции все коренные народы Хабаровского края. Ярмарка новогодних подарков будет проходить еще два дня. Гости смогут не только приобрести эксклюзивный подарок, но и смастерить его самим. 18 декабря пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи, амулетов, оберегов и многого другого.